Хотя трасса 40 атаки государственного значения и соединяет север Молдовы с Украиной, сейчас она выглядит как после войны. Дорогу не асфальтировали годами, а водители в шутку говорят, что по ней как будто танки прошлись. Четыре года назад дорогу должны были сдать в эксплуатацию, однако ремонтные работы даже не начинались. Примечательно то, что фирма-подрядчик обанкротилась, а затраты на стройматериалы выросли почти вдвое. Чиновники из Мининфраструктуры заверяют, что трассу отремонтируют, но когда это произойдет, пока не ясно. Вся в ямах и пыли. Так выглядит дорога Сорока-Атаки. Ее построили еще в советское время. Некоторые участки годами не видели свежего асфальта. Больше всего возмущены ужасным состоянием дороги водители, которые ежегодно тратят тысячи леев на ремонт своих машин. Это что, дорога? Какая наша жизнь, такие и дороги. В плохом состоянии? В очень плохом. Просто убиваешь машину. Зачем платим налоги, если все зря? По дорогам ездим, но резину вынуждены менять очень часто. Дважды в год. Ситуация плачевная. Хорошо, если бы трассу отремонтировали. Опасно очень. Могут камни лететь. Только что камень попал в лобовое стекло и походу где-то треснуло. Европейская дорога. Разве не видно? Сзади машины такая пыль поднимается, и все из машины выпрыгивает. Некоторые ямы засыпают, а именно по этой дороге как будто танки проехались, а не наши машины ездят. Сказали, что сделают. Надеемся, что будет лучше. Эта дорога как в мультике «Ну погоди». Когда спросили режиссера, когда «Волкс» поймает зайца, Иоанн ответил, что никогда. Потому что закончится серия. Так и в этой ситуации. Дорогу никогда не сделают. Трассу Сорока-Атаки должны были ремонтировать еще в 16-18 годах. Четыре года назад дорогу должны были сдать в эксплуатацию, а работы даже и не начались. Представители Министерства инфраструктуры и регионального развития говорят, что итальянская компания, которая должна была заниматься этим вопросом, обанкротилась. А сам проект провалился. Итальянская компания не привезла ни грамма асфальта или щебня. В течение двух лет дорогу совсем не ремонтировали. Из-за того, что она и так была в плачевном состоянии, сейчас еще больше разрушилась. Из-за роста цены строительные материалы, по словам властей, сумма ремонта увеличилась почти вдвое. И достигла более 50 миллионов евро, когда в 2016 году речь шла только о 30 миллионах. В 2016 году был заключен контракт на 30 миллионов евро. Соответственно, из-за подорожания стройматериалов и из-за того, что дорога пришла в негодность, сумма увеличилась с 30 до 56 миллионов евро. Власти утверждают, что сейчас ведутся переговоры о кредите с Европейским банком реконструкции и развития. Аукцион планируется в октябре. Однако пока не ясно, когда начнутся ремонтные работы на трассе протяженностью почти 60 километров.